Итак, пример выполнения лабораторной работы номер один. Что она из себя представляет? Написано, соответственно, на методическом наказании. И цитировать текст я уже не буду. Ну и вот у нас пример задачи. То есть нужно вычислить значение следующих выражений. Уевая. И XY, соответственно, вводится с клавиатуры. Итак, открываем среду программирования ABC Pascal. И начинаем писать. То есть вспоминаем разделы программы. Начинаем заголовка. А именно, пример 2. Так, ну и какие нам переменные, соответственно, понадобятся для выполнения этой лабораторной работы? Ну, понадобятся нам, соответственно, UV и XY. Так, ввиду того, что нету каких-то дополнительных ссылок на типы данных, данных переменных. Поэтому сделаем все эти переменные вещественного типа. Так, все переменные, которые у меня участвуют, условия задачи у меня описаны, соответственно, в разделе переменных. Так, ну и начинаем писать код программы для выполнения задачи. Итак, начинаем с тела программы, которая всегда начинает с ключевым словом begin и заканчивается end-ом с точкой. Итак, сначала я напишу при помощи стандартного оператора вывода себе комментарий. А именно, введите X и Y значения для того, чтобы рассчитать данное выражение. Так, ну и при помощи стандартного оператора ввода, то есть вводим их в клавиатуру. Так, следующее. Теперь все, что мне необходимо и есть для вычисления, как первого выражения, так и второго. Ну, начнем, соответственно, с первого выражения. Итак, мы пытаемся повторить то, что нам необходимо сделать. Итак, U равно... Так, X умноженное на Y. Так, знак деления. Так, дальше у меня идет десятичный логариф. На виду того, что десятичного логарифма здесь нету, то есть мы воспользуемся натуральным логарифом. Так, у меня по модулю, соответственно... Переналожение X и Y. Так, количество скобок открытых должны соответствовать количеству скобок закрытых. Так, ну и чтобы нам превратить натуральный алгоритм в десятичный, нам нужно поделить, соответственно, на натуральный алгоритм в десятичный. Так, следующее действие у меня идут плюс катангенс икс. Так, ну и для того, что здесь тоже катангенса нет. Мы воспользуемся функциями известного преобразования космос делить на синус. То есть здесь мы получили, соответственно, катангенс. Так, ну а дальше у нас корень квадратный со знаком минус. Так, корень квадратный есть стандартная функция. В языке по скобке нескоро-т. Дальше у нас идет модуль. Так, и учитаем X квадрат минус и четвертый. То есть самое простое, X квадрат это перемножить 2. Мы воспользуемся функцией разведения в квадрат. Так, ну а дальше тоже простое можно было перемножить. И так же воспользуемся здесь функцией разведения в квадрат. Два раза. Чтобы получить соответственно четвертую степень. Так, опять не забываем правила. То есть количество открытых скобок соответственно. Количество закрытых скобок. Так, ну и выражение U у нас заканчивается. Соответственно ставим точку запятой. Так, ну и приступаем к вычислению выражения V. То есть это у нас arctangens xy, тангенс квадрат и xy. Так, функция arctangens присутствует в языке и пишется следующим образом. Дальше плюс. соответственно тангенс квадрате. Сначала применяем функцию разведения в квадрат. А дальше, ввиду того, что тангенса нет, опять воспользуемся двумя функциями синуса и косинуса для того, чтобы получить тангенс. Так, закрываем скобки квадрата. Так, ну и выражение V у меня тоже записано. И остался последний момент. Это вывести полученные результаты в соответственно экран. Ну и выводим сначала комментарий. Какое бы выражение. Так, дальше. Форматируем опять. Пять чисел и две после запятой. Ну и сразу же здесь же. Либо можно было повторить writeLM и написать соответственно вывод на экран значение V. Так, оставим несколько пробелов, чтобы у нас буква не слилась с цифрой последней предыдущего. Так, ну и выводим тот же самый принцип. Перед цифрой и две после запятой. Так, ну и ставим точку запятой. Так, дальше проверяем. Вот мне показала ошибку на том, что количество открытых скобок не соответствует количеству соответственно закрытки. И так почитаем. Так, раз, два, три. Почитаем. Это два. Три. Четыре. Нам не хватает еще одна. Так, лишний символ. Так, все, программа проверена. Ошибок нет. Выпускаем программу. Так, ну и вводим значение через пробел, либо через Enter. Так, ну и получили соответствующий результат. Итак, первый этап основной выполнен в среде программирования Pascal. Ну а дальше можно в любом порядке приступать к следующему этапу. Мы скопируем наш код программы, перенесемся во второй этап, а это электронная таблица. И ставим во вторую ячейку соответственно то, что мы написали в среде программирования ABC Pascal. Так, здесь пишем слово параметр. Дальше пишем здесь слово значение. Так, следующее действие. Пишем здесь Y. Y равно, а выше соответственно пишем X равно. Ну и присваиваем те значения, которые мы присвоили. 1, соответственно 2. Так, следующее действие. Мы вычисляем U и вычисляем соответственно V. Итак, теперь мне нужно написать вот эту формулу здесь. Сразу же хочу сказать, что в 80 случаев те функции, которые записаны в Pascal, совпадают с функциями Excel. Поэтому я сделаю следующее действие. Я возьму и скопирую от равно до точки запятой. И ставлю соответствующую ячейку. Теперь моя задача. То есть, соответственно, где у меня X нажать на ту ячейку, где находится значение X. Ну и то же самое проделать с Y. То есть, где у меня находится в какой ячейке значение X. То есть, сюда нажать. Так, ну и это сейчас успешно все проделаем. Сначала X. Так, ну и потом Y. Игорь. Игорь. Так, теперь. В среде Excel функция ScoreRT, которая обозначает корень записывается по-другому. Она пишется по-русски. Слово корень. Ну и вот. Когда вы набираете, вам сразу же дается подсказка. Нажимаем на нее и у вас появляется корень. Так. И то же самое. Нету возведения функции, какое возведение в квадрат. То есть, есть функция степень, но я поступлю другим образом. То есть, я возьму в латинской раскладке на шестерке вот такую галочку, которая тоже обозначает степень. Беру лишние скобки. Тоже поставлю степень четвертой. Так. Ну и лишние скобки я убираю. У меня дается подсказка тут разными цветами скобками, чтобы у меня получилось значение. Так. Нажимаю Enter. Ну и получаю соответственно результат. И этот результат у меня совпал с первым значением выражения U. так. Ну я кстати сейчас покажу еще второй вариант. А именно, как пишется, если вы используете функцию степень. степень, скобки. Дальше точка запятой. Так. Ну и скобки закрываются. И получаем тот же самый соответственный результат. То есть уменьшим количество разрядов. Тут два знака после запятой. И тогда у нас непосредственно совпали эти значения. Так. Ну и все то же самое мне необходимо проделать с выражением V. Итак, я копирую от равно. Соответственно вставляю в ячейку. И вот у меня сейчас пишется имя. Это говорит о том, что некоторые функции, которые здесь написаны, и соответственно значение, она имеется в виду среда Excel не понимает. Ну первым делом я сделаю то, что я сделал в предыдущем случае. То есть нажму на те ячейки, где находится соответствующее значение. Соответственно X и Y. Так. Вот я ввел. Опять нажимаю Enter. Опять мне пишут имя о том, что функции я некоторые не понимаю. А именно вспоминаем, что у нас нет R square. Когда мы просто поступим. То есть поставим в латинской раскладке галочку и поставим степень соответственно 2. И не понимает она функцию Archangels. Здесь функция Archangels записывается следующим образом. просто о том. Ну и опять уменьшим количество разрядов. Вот у нас получилось 5,88. Что соответствует то, что мы получили в среде Pascal. То есть у нас ответы совпали. Вот мы выполнили второй этап. Ну и остался третий этап. А именно оформление вашей лабораторной работы. Итак. Сначала я пишу условия задачи. А в данном случае я просто скопирую. Так. И вставлю. Так. Отформатируем. В дальнейшем шлифт. Так. Ну и здесь нам понадобится редактор формул. Разводим с кончbotом. Разводим с конч кто то. Чертель именно. Разводим с конч b fulf nérados. Эти мы ее historians. А теперь нагадный 문제. Им. Какой беги. Ст JA дополнение не Zwёртим. Так. Татьевкин монтаптре. Он записывает обязанных набор. Так, нам понадобится дробь, дальше x, соответственно y, можно ввести с клавиатуры, дальше десятичный логарифм, так, модуль, мы воспользуемся конструктором и найдем модуль, так, и подставим, соответственно, x филок. Так, дальше у нас идет плюс, это ангелс, дальше у нас идет минус, корень квадратный, так, ставим. Добавляем индекс x в квадрате, дальше минус, опять вставляем индекс, а именно степень четвертой, так, и соответственно y. Так, вот мы набрали первую формулу, так, ну и вторая. Давайте наберем ее в другом редакторе, который я объяснял вовведение. Итак, опять в равно, дальше у нас arctangens, соответственно x, y, дальше у нас arctangens, соответственно x, y. Так, ну и вторая. Так, тангенс в квадрате. Так, тангенс в квадрате. и 5x и y. Так, ну, чтобы у нас не сливалось, мы можем поставить при помощи вот этого меню расстояния между буквами. Если в предыдущем редакторе мы можем просто поставить пробел, то здесь в обязательном порядке, то есть расстояние между блоками ставится вот при помощи танельки соответствующей меню, то есть от минимального размера до максимального. Так, вот я написал, соответственно, формула, вернее, условия задачи, ну и оформил в виде формулы. Так, следующее действие, мы копируем листик программы и вставляем ее. Так, ну и нам нужно написать, соответственно, блок схему на данную программу. Итак, вставка фигуры, новое полотно. Так, ну и нам понадобится следующее. Это, во-первых, начало, дальше вот значение x, y, вычисление, u, ну и вывод, и конец. Соответственно, берем эти блоки, сначала скругленными углами, дальше полилограмм для ввода значения x и y, дальше вычислительный блок. Если вычисление идет друг за другом, не обязательно под боку u и под боку v отдельно рисовать прямоугольник. Можно сразу же все в одном написать. Так, ну а дальше опять копируем, вставляем, то есть мы сразу же в одном блоке выведем значение u и v. Так, ну и опять копируем, вставляем, здесь напишем слово конец. Так, опять при помощи стрелок показываем направление какого блока какому идет выполнение нашей задачи. Так, ну и остается одно, чтобы написать то, что у нас не написано. Так, начало. Дальше у нас значение x и y. Так, следующее у нас вычисление. То есть можно воспользоваться либо непосредственно, что вы скопировали из программы, либо воспользоваться тем, что у вас присутствует данная формула в условиях задачи. Так, вставляем, у нас убежало. Увеличаем размер блока, чтобы у нас все поместилось. Так, здесь выводим соответственно u и v. И остался последний блок, обозначающий конец выполнения вашей программы. Так, мы тоже можем отформатировать, чтобы у нас было все, например, по ЦМПРОВ. Так, мы тоже можем отформатировать, чтобы у нас было все, например, по ЦМПРОВ. Так, ну и границы полотна уменьшим, то есть подберем под размер. Итак, третий этап меня, соответственно, выполнят. Так, ну и остается четвертый этап, это ответить на примерные вопросы к собеседованию. Так, вот такие, ну и границы.